С 8 утра в Ленинском районе начали работу избирательные участки. На них проходили выборы депутатов, советов депутатов, двух городских и четырех сельских поселений, а также глав трех поселений – Видное, Развилковское и Володарское. В числе первых на избирательных участках проголосовали люди пожилого возраста. Всегда рано хожу. У меня мама с папой ходили всегда рано, и я продолжаю их традицию. Всегда хожу. Много лет. Мы уже привыкли, что там жилось лучше. В муниципалитете работало 72 избирательных участков. Все они были оснащены КАИБами, комплексами обработки избирательных бюллетеней, которые значительно сокращают время подсчетов голосов. В этом году в участковых избирательных комиссиях работало более 500 человек. За процессом голосования следило 268 наблюдателей. У нас сегодня открылся, как везде, участок с 8 утра работает. Соответственно, выборы у нас проходят спокойно. Присутствуют сотрудники полиции, которые с нами здесь находятся. Основной пик голосования пришелся на обеденное время. Многолюдно было и на участках, расположенных в Развилковской школе. Сегодня у нас проходят выборы местной советы депутатов и выборы главы Развилковского сельского поселения. Каждый избиратель у нас получает по два избирательных бюллетеня, в одном из которых он отмечает своего депутата, местный совет депутатов, и получает бюллетень по выбору главы. Это долг каждого гражданина, который находится в России, и немаловажно, что будет потом. Ну, выбор каждого, что мы хотим для своего поселка. Ну, не только поселка, а вообще Ленинского района, какие хотим преимущества и так далее. На базе образовательного учреждения проходили выборы президента школьного самоуправления. Ученики голосовали за четырех кандидатов, тем самым также проявляли свою активность. Здравствуйте, расскажите, как проходит выбор, что ли нравится? Нравится все, выборы проходят хорошо, активно. Будем голосовать и выбирать школьного президента. По итогам выборов президента школьного самоуправления, в которых приняло участие более 600 учеников, среднего и старшего звена развилковской школы, победу одержала ученица 10-го класса Тамара Арутюнян. За нее проголосовало 348 человек. Во второй половине дня на избирательных участках Ленинского района также было многолюдно. В вечерние часы активно голосовали представители молодежи и семьи с детьми. Да, я делаю, во-первых, свой выбор, во-вторых, хочу показать также ребенку, что это важно, поэтому вот уже второй год мы с ней ходим вместе на эти мероприятия. Я в этом городе живу, поэтому, в общем, как-то хочу принимать участие в жизни города. Последний раз, наверное, была в году 96-го. Ну вот стараемся, во всяком случае, проявлять гражданскую позицию. Чувство удовольствия, что проголосовал, отдал свой голос за нужного человека. Спасибо большое. Каждому, кто впервые в этом году проголосовал в Ленинском районе, выдавались вот такие вот браслеты с флешками. В их числе и Егор. Это твой первый выбор? Да, я первый раз пришел голосовать. С какими чувствами сегодня? Волнительный момент это? Да, волнительный. Я пришел со своими родными, потому что считаю, что голос важен каждому. По результатам подсчета голосов в Ленинском районе в единым дне голосования приняло участие 25,4% жителей муниципалитета. А вот об итогах выборов мы расскажем в ближайшем выпуске новостей. Ирина Бокова, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Продолжение следует...